Я понимаю, какой-то подвиг был с вашей стороны, вы прошли через это жернова. Да, у нас. Искреннее спасибо, пожелания здоровья и долгих лет жизни. Ветераны 17-го округа принимают поздравления. Иван Александрович Свящев на фронт попал в 43-м, после учебы в Сибирском Ачинском военном училище. Одна из первых и самых тяжелых его битвы – Курская. Ивану Александровичу до сих пор тяжело о ней вспоминать. Мы собирались, сибиряки, я кончал с Сибирским училищем. Вот собираются всех и ехали на Курскую, в Дугу. Так осталось нас там 10 человек с этих ржелона. После Иван Александрович отправился освобождать Европу. Победу встретил в Берлине. Мирная жизнь началась для него в 49-м. После мобилизации поступил в Воронежский медицинский институт. Учился на хирурга. Здесь же встретил свою будущую супругу. С тех пор с Марией Яковлевной вместе уже 59 лет. Муж работал хирургом. А дальше в клинической областной больнице. Я педиатр в детской городской больнице. Одним словом, каких-нибудь больших претензий друг к другу у нас не было. В 17-м округе проживает почти два десятка ветеранов. Молодое поколение будет брать пример с этих людей. И пока они живы, мы будем всячески встречаться с ними, поддерживать их и вовлекать молодежь именно для общения с нашими ветеранами. Мы знаем, какой большой подвиг совершили. Мы об этом подвиге всегда помним и будем помнить. В 16-м округе поздравления принимает Фаина Ивановна Радченко. В гости к ней пришли председатель совета территории Александр Зиберт и активисты управления молодежной политики администрации Белгорода. Фаину Ивановну на фронт призвали сразу. К тому времени она только-только поступила в медицинский институт. Ей в то время еще совсем молодой девушке пришлось работать одновременно и медсестрой, и водителем. Мы ездили на машинах на передовую, туда везли снаряды, а оттуда раненых в госпитале полевые. А из полевых госпиталей нас в станции отправляли в Среднюю Азию раненых. После войны Фаина Ивановна вместе с мужем, кстати, тоже фронтовиком, работала на военном заводе. Сейчас супруга уже нет рядом. Фаину Ивановну поддерживают дети и внуки. Здесь самое главное – это забота, это внимание, оказываемое нашим ветеранам. Люди, которые прошли войну, у них есть и закалка, и мужество, и отвага. Это все такие качества, которые, я думаю, нужны для любого нормального, доброго, хорошего человека. Чествование ветеранов в каждом округе Белгорода продолжится. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.